медея колдунья знахарка целительница от нее пошла наука медицина медея медицина поэтому она изображается со змеей то есть яд да это это лекарство в нужной мере в правильной мере она у меня падала и потеряла вот вот этот вот кусочек змеи и я его сделала сама вот своими руками получилось можно сказать не отличить вот она вся целая была вот змея ну ничего мы ее поправили подлечили змею я сейчас хочу рассказать о методе который мне посоветовала врач кардиолог я очень сильно страдала много лет отеками нижнего века да и верхнее скорее всего но нижнее очень было заметно вот как медики называют кисты нижнего века верхнего века не знаю ли грыжи тоже не важно вот никогда она увидела а я проходила все диагностики и почки посмотрели и сердце смотрели и на сутки мне пристегивали аппарат который контролировал или снимал вот эту информацию о сердце за весь день за то есть за сутки ничего не могли найти но это я понимаю почему потому что это все влияет на сердце все наши переживания все наши нервные срывы всякие ситуации в жизни и смерти и разорение и обман и не знаю воровство в общем все абсолютно влияет на человека да все индивидуально каждый человек он знаете с отношение само или реакции на ситуацию одни скажут хорошо что взяли деньгами да все я заработаю я пошел да ты получил стресс потому что это человек в любом случае мы переживаем кто-то страдает очень сильно вот все то есть он не может подняться это все влияет на сердце ну как бы у нас там душа находится да вот в центре как 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 говорят вот и поэтому мы все пропускаем через свою душу а вот все переживания все воины все убийства преступные убийства поэтому когда выкладывают такие ролики до жестокого убийства ну разумные люди предупреждают что слабым лучше не смотреть беременным и все остальное потому что это все мы пропускаем через себя и все это остается на сердце как на физическое тело как начинается с головы сверху да и уже оседает именно на тело поэтому мы болеем вот болеем стареем это понятно не молодеем знаете такие симптомы как ну когда именно связано вот это вот с сердцем ну не находят исследование ничего не находят здорово как как говорится как корова это правда а тебе плохо у у тебя но сердце бьется как сумасшедшее но если ты куришь это понятно но все равно есть разница да ну бросить курить это это самый лучший вариант потому что ты вдыхаешь не кислород эти пять минут которая длится курение сигареты а именно вот никотин дым и все все этот всю эту гадость а вот начинает это еще и вдобавок к этому мы пьем воду и мы вымываем калий калий у нас это элемент который должен обязан содержаться в нужном количестве в мышцах и мы на это не обращаем внимание когда переживаем когда то есть вот эти все факторы они бьют по сердцу и как как ремень у мотора до в машине когда со временем он расслабляется да и машина может и не ехать или вибрирует в общем начинает машина начинает бунтовать не работать но естественно и также вот мышцы сердца они дряхлеют от недостатка калия вот и это когда нам не она мне этого не рассказывала она мне просто сказала что сделать а я уже поняла когда стала исследовать это узнавать вот ну я в любом случае с медициной у меня связана была жизнь потому что я работала с 15 лет до 18 санитаркой вот и мне было это интересно надо было поступать в медицинские я собиралась поступать медицинские а тогда были условия что ты ну по крайней мере у нас были условия что ты поступать работаешь три года в медицинском учреждении вот и тогда тебя берут в общем то ли дает хорошие баллы я поэтому пошла работать в общем я уже не помню было это очень давно все таки 15 лет это очень давно было вот и я предысторию рассказываю чтобы поняли что влияет когда медики говорят что все нормально все хорошо а у вас ну а вы чувствуете что на самом деле ничего хорошего вот и сердце работает знаете как как будто на кочку вот велик или вели у велика вот это пупок вылез да и он в мою такой мою либо на кочке попадая да вот через каждые там пять метров там подъедет такого и поднимается вот этот вот так сердце работает не вот еще тревога вот постоянная тревога это конечно же страх это тоже очень влияет потому что это ментально поэтому с этим тоже нужно бороться я скинув внизу ссылки на на ритуалы которые вы будете делать вместе вот с тем методом которые я вам посоветую но ваш выбор ваше право вы можете проконсультироваться с врачом вот потому что я естественно не врач ну вот но я делюсь своим опытом да вот еще симптомы того что тревожность страх он вы сами знаете да когда человек например что то с ним случилось и он уже боится боится что его обманут боится что там на него нападут но смотря что прошел человек да боится что попадет в тюрьму боится это боится то боится упасть после неудачного падения где он пролежал в больнице со сломанной ногой со спицами да но это тоже это вообще во первых это боль ужасно вот но кстати у меня есть видео когда подвернет ногу человек что нужно обматывать капустой за 20 минут уходит боль за 20 минут просто она убирает боль капуста это вообще это для сухожилий для для подворачивания от подворачивания ноги до руки ну бывает там не знаю что то как то ну в основном ноги конечно вот это очень хороший метод вообще шикарнейший просто 20 минут убирает боль сейчас я немножечко отвлеклась вот и опухоль снимает ну не знаю тоже наверное где-то час-два постепенно она уходит уходит хоть но уходить начинает сразу просто она постепенно уходит уменьшается эта опухоль вот я там видео снимала и показывала сама как это происходит вообще супер вот неважно прям сразу вы пришли и сделали этот обвернули капустой или например вы пошли на работу подвернули ногу до помучились там а вечером уже пошли даже ногу невозможно было поставить потому что она уже отекла пухла вот и боль сильная вот я приехала домой вечером не могла наступить и вот я уже вечером капусты обмотала и результат был вот такой же просто ну как чем больше задерживаешься конечно же наверное какой-то след оставляет ну все дальше продолжим у меня есть видео это вот вот такие симптомы сердцем это я то что вспомнила то что было со мной вот это учащенное дыхание ты не можешь вдохнуть полной грудью это тоже симптом того что проблемы вот сердцем мышцы сердца что еще ну я думаю вы поняли меня если вы пошли сходить надо обязательно если там врачи сказали что ну не не поможет то есть мы не видим никаких проблем вот ну хотя и если они начинают лечение ну тоже не всегда правильное поэтому я послушала этого кардиолога который я так понимаю не только медикаментозно лечит но и такие такой нетрадиционной медицины да ну не совсем нетрадиционный но короче он понимает что из-за чего и почему ну вот таких у нас врачей тоже мало итак купите аспаркан это калий купите так рассчитайте что нужно по две таблетки три раза в день тяжелый он да очень тяжелый я с первого раза не смогла до конца выпить потому что он усваивается тяжело поэтому я про по моему пропила две недели первый раз а надо месяц копить вообще рассчитать так можно для первого раза два раза в день утром и вечером аспаркан так рассчитать для профилактики это обязательно нужно повторить если у вас идет все нормально у вас состояние ну вам комфортно то я очень в этом сомневаюсь потому что калий он тяжелый но суть не в этом посмотрите по своему состоянию и уже решите в общем я два раза это делала там две недели вот прошло я опять начала уже допивать это то что я не допила но я пила три раза в день по две таблетки как она сказала вот я передаю так как мне посоветовал врач три две таблетки три раз в день по две таблетки три раз в день начинаем и траву который почечный сбор который именно мочегонный он почему траву потом не таблетки да мочегонные потому что таблетки мочегонные очень сильные а нам этого не надо травку пьем начинаем с травки пьем почечный сбор я покупала лично я покупала именно почечный сбор в принципе можно и чаем кофе много не попьешь можно зеленый чай пить зеленый чай но лучше так чтобы эта трава еще и ну снимала воспаление да в любом случае воспалительный процесс идет потому что мышца слабая и она не качает кровь а кровь это и вода то есть это все со взаимосвязанным почки вот начинаем пять дней пить травка есть пакетированная спокойно можно можете пить ее как чай там не знаю два три раза в день три раза в день я заваривала кружку чая этого ну естественно и пила воду пить надо воду много много воды что это дает именно пять дней мы гоняем воду то есть мочегонная мочегонит вода она заполняет да освежает меняет воду нам нужно было заставить работать вот эту вот систему почечную да чтобы начала гонять и выгонять то что сидит у нас вот отеки да то есть это вода в организме сидит вот пять дней мы вытаскиваем эту воду и заставляем работать почечную систему систему почек потом после пяти дней мы начинаем пить на шестой день мы начинаем пить аспарка вы посмотрите разница будет просто огромная знаете когда я устраивалась на работу меня даже некоторые не брали потому что они думали что я ну пью а я вообще в априори у нас в семье не пьют женщины ну мужчины понятно мужчины есть мужчины что там говорить о них женщины мы вообще не пьем у нас на празднике ну или так я приеду к маме да ну что ну давайте там выпьем у нас вытаскиваются рюмки для вина ну не пьем мы просто вот чисто вот как бы отметить приезд да ну приезжаю я редко потому что некогда вот в общем и мне это было очень очень больно и физически больно неприятно да когда ты встаешь утром у тебя просто отекшее лицо полностью глаза лицо ты начинаешь всякие примочки картошки огурцы что кто что говорит кто что знает делится с тобой ты это делаешь да там холодное прикладываешь но это в любом случае он большой неприятный след оставляет даже если ты спустишь даже если ты проснешься у тебя начинает двигаться вот это вот вода да почки начинают работать все равно это неприятно вот поэтому нам надо нашу сердечную мышцу укрепить и это сделает именно калий вот да вы скажете почему бы не поесть курагу да там в ней много очень калия это вы можете кушать всегда то есть это для того чтобы у вас не вымывался калий то есть он в любом случае будет вымываться вам надо его постоянно заполнять да этот калий ну все вымывается поэтому в продуктах много этих микроэлементов которыми мы заполняем свой организм вода вымывает но без воды мы не можем жить потому что это все обновление идет всего организма мы из воды состоим 80 процентов мертвые клетки выводят и все остальное все это вы знаете прекрасно и вместе с этим и все нужное тоже но это не то что нужно это процесс такой умирает или свое отдает да и все и выходит ну это же нормально это так мироздание устроено и звезды рождаются умирают и планеты рождаются умирают только у каждого срок и комар рождается и там через день через три умирает и бабочки есть однодневки но это для них целая жизнь да как для нас вечность но когда извините проходит просто вот так фу твои например пятьдесят лет да то думаешь блин как бабочка честное слово вот все на шестой день мы начинаем пить калий пьем месяц если выдержим нет ничего страшного сколько вы держите если у вас будет голова кружиться и подташнивать вы можете остановиться дать продых и опять начать все так же вот ничего здесь такого страшного нет но я еще раз повторюсь калий он он тяжеловат для усвоения вот поэтому некоторые даже да кстати но некоторым я не помню ну в общем надо в любом случае проконсультироваться и я думаю что многие знают что им можно аспаркам или нельзя вот это тоже надо учесть вот хотя блин ну как как без этого не знаю я в общем проконсультируйтесь узнайте у знакомых врачей или так сходите проконсультируйтесь вот в общем пьете аспаркам если не получилось сразу отдыхайте недельку опять продолжаете вот сколько можете столько вы и пьете вот на месяц рассчитывайте и вот это вот пропиваете с отдыхом с передышками не важно но вы должны ее допить он усваивается потом посмотрите когда вы этот месяц пропьете все таки ну там два месяца будете пить да вот постепенно потом сделайте передых пусть сделайте месяц передых и опять начните вы посмотрите что будет намного легче и во второй раз когда я начала пить я уже пропила весь месяц спокойно весь месяц пропила вот тогда вы это сделаете уже до конца вот да то есть все потом заканчивается аспаркам ну и все можете отдыхать но в начале обязательно нужно траву мочегонную пять дней прям пропить прям хорошо ни в коем случае таблетки не нужны нужно мягкое мочегонное а это трава естественно вот все скину ссылки на для работы сердца вот это вам поможет в совокупности в комплексе как работают хорошие врачи они всегда работают в комплексе это и травы и лекарства и физиотерапия и не знаю и массажи и все в общем да кстати тоже можно массажировать вот эту вот сердечную зону да вокруг если это женщина вокруг груди это желудок вот массажировать чтобы было поступление крови вот в кожу ну кожи ну и вовнутрь естественно это все влияет обмен веществ и все остальное вот вроде все давайте желаю удачи вам и до новых встреч